Французский сенат после семичасовых дебатов одобрил законопроект о введении в стране уголовного наказания за отрицание любых случаев геноцида, в том числе геноцида армян в Османской империи. За проголосовали 127 сенаторов, против 86. В конце декабря документ был одобрен Нижней палатой парламента, Национальным собранием. Он предусматривает наказание за отрицание геноцида в виде года тюрьмы и штрафа в размере 45 тысяч евро. Это очень важный момент, великий момент для прав человека и человеческого достоинства. Я очень довольна тем, что парламент сегодня принял этот законопроект. Мы убеждены в Комитете по законодательству, что текст закона является неконституционным. Рано или поздно это станет ясно. Однако вопрос в другом. Уменьшили ли дискуссии боль с обеих сторон? Прояснили ли они историю? Сказались ли благотворно на дипломатических отношениях? Я в этом не уверен и полагаю, что вопрос не закрыт. В Турции традиционно болезненно реагирует на обвинения в геноциде армян. После принятия законопроекта Нижней палатой Ангара отозвала из Парижа своего посла для консультаций. Объявила о замораживании визитов военного сотрудничества с Францией. Премьер-министр Таип Эрдоган уже предупредил, что вообще может отказаться от поездок во Францию. Эрдоган выразил мнение, что законопроект о геноциде армян преследует предвыборные цели. Армянская диаспора во Франции насчитывает около 600 тысяч человек. Ее представители шумно приветствовали итоги голосования в Сенате.